Теперь к событиям на Донбассе. Жертвами обстрелов украинских силовиков там снова стали мирные жители. Трагедия в посёлке Тельманово. Там в результате атаки украинских войск погиб 4-летний мальчик. Ракета из установки ГРАД накрыла ребёнка прямо на детской площадке. Репортаж Алексея Баранова. Ой, это на дитё, это золото. Почти покажу, сколько игрушек в нашей Ванечке. Бабушка Ваня, который всего два месяца не дожил до своего пятилетия, рассказывает о внуке, как о живом. Спешил жить. Он всегда хотел. Бабушка, вот смотри, крутая машина. Я куплю машину крутую. Вот, начинаются отсюда игрушки. У нас мы в семье живём, там игрушки, вот. И тут пуча игрушек. Трагедия произошла накануне вечером. Ваня играл во дворе. Все. Никаких позиций ополчения в том месте, куда стали ложиться снаряды, выпущенные украинскими силовиками, не было. Обычная улица в частном секторе на въезде в Тельманово. Разрыв произошёл вот в этом месте. Здесь до сих пор лежат осколки. Как видно, крупный калибр. В это время Ваня играл в трёх метрах от ворот собственного дома. Там его и сразил осколок. Гибелью Вани потрясены все. Хороший мальчик, хлопчик, ходил в садик. Хормальный такой, но слухняный хлопчина, бил на лесопеде ездил. Всегда поздоровался. Мама Вани после первого разрыва бросилась закрыть собой сына, но не успела. Ой, Ванечка, 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 сыночек! Ой, не спасла, тебя не уберегла! Эмоции не сдерживают не только родственники, но и жители Тельманово. Они стоят перед домом Нестерюков со слезами на глазах, так и не решаясь войти во двор. После обеда гроб с телом мальчика привозят на родную улицу. Недельно! 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 Во время артобстрела украинскими военными, в результате которого погиб Ваня Нестерюк, пострадало ещё три человека. Снаряды, и это зафиксировали представители миссии ОБСЕ в Донецкой Народной Республике, рвались и в жилых кварталах Тельманово, и во дворе поселковой больницы. Именно туда оперативно и доставляли раненых. Множественные осколочные ранения туловища, конечностей, головы. Проникающих не было. Характер повреждений, средней тяжести в связи с множественными ранениями и баротравмой. Где-то снаряды взрывались недалеко, поэтому все получили баротравму, все плохо слышат. Галина Нестеренко, пострадавшая в ходе обстрела украинскими военными, была в операционной, когда туда внесли Ваню. Его дом находится на соседней с больницей улице. Мальчика на руках буквально бегом принесли родители и соседи. Тяжело раненый Ваня был ещё в сознании. Ему оказывали помощь. Он лежал на столе и просил, Рома, приходи гуляться. Рома, приходи гуляться. Но ребёнок был в бреду, конечно. Все стояли над ним, все и фельдшера, скорая помощь, врачи все стояли. Оказывали ему всяческую, быструю помощь, но спасти не смогли, потому что расколок прошёл навсквозь. В сердце попало ребёнок. Все обстоятельства этой трагедии задокументированы полицией Донецкой народной республики. Жители Тельманово в ожидании новых обстрелов со стороны позиций украинских военных готовят укрытие себе и своим детям. Вот, беспилотник летает уже. Это опять будет обстрел. Алексей Баранов, Андрей Руденко, Олег Головчанский и Евгений Тарасов. Вести. Донбасс. Донбасс.